На библейском портале Экзегет мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Отец Фёдор Конюхов совершает кругосветные путешествия. Кому нужны такие опасные путешествия? Он же специально искушает Бога. Но, наверное, если бы мы с вами пустились в такое кругосветное путешествие, не имея к тому ни призвания, ни навыка, то точно искушали Бога бы и, видимо, были бы повинны перед Ним в безрассудстве и, можно сказать, даже в собственном нехранении от напрасной смерти. Но кто на что учился? Фёдор Конюхов — выдающийся путешественник. Он это дело знает, видимо, как никто в мире. У него особое дарование к этому своеобразному, конечно же, служению, но полезному для человеческого рода и возможности человеческого естества, испытываемой в этих трудностях морского или горного путешествия. И сила духа, которая проявляется в достижении цели, поставленной перед человеком по причинам, можем сказать, не прямо духовным. Вряд ли, конечно же, путешествия вокруг света обеспечивают вечную участь в Царстве Христа Спасителя. Но, тем не менее, это одно из достижений человеческого и разума, и духа, которыми, несомненно, может не то чтобы похвалиться, но представить как важное достижение тот, кто на этом поприще подвизается. Отец Фёдор составляет ведь замечательные отчеты, наблюдения, которые обогащают человечество уникальным опытом этих индивидуальных, с риском для жизни предпринимаемых путешествий. Кто-то укращает зверей, делая их подходящими для выполнения работ, полезных для человечества. Кто-то изучает микробов и, готовя вакцины, тоже не скажешь, что не рискует собственной жизнью, когда вынужден находиться в тесном взаимодействии с какими-то смертоносными вирусами. Сказать, что это вовсе бесполезно для человечества дело, никак нельзя. Это же не просто какое-нибудь спортивное противостояние, в котором, надо сказать, находят гораздо больше смысла большинство из болельщиков. И, глядя на то, как 22 здоровых и крепких мужчины гоняют один кожаный мяч с намерением вкатить его в какие-то условные границы в ворот, ощущают великим знаком национального достоинства. Если национальная сборная достаточно крепка и телом, и каким-то душевным единством для того, чтобы оказаться победителем на крупных соревнованиях, какой был всенародный энтузиазм при успешном продвижении нашей футбольной сборной по коллимпу европейского чемпионата по футболу, сразу, кажется, в глазах всего человечества рошло достоинство нашего Отечества. Потому, думаю, и путешествие выдающегося нашего пилигрима, отца Федора, является действительным достоянием России, является уникальным опытом и молитвенного подвига. Он совмещает эти странствия с всегдашним ко Господу обращением. Ну и, несомненно, и технические выводы, которые делаются в результате каждого опасного восхождения или путешествия отца Федора, бывают вовсе не бесполезны для человечества. Так что не будем пытаться ему подражать в этом, а будем жертвенно служить в том направлении, которое нам с вами присуще, но порадуемся о его совершениях и помолимся о том, чтобы сохранил Господь отца Федора в столь увлекательных и небезопасных его странствиях. Продолжение следует...